Какие-то операции по фактическому контролю, это понятно? Какие операции? Уточнить, пожалуйста. Досмотр, взвешивание, судебная медицинская экспертиза, техническая экспертиза. Операций будет много, они не дешевые могут быть. Я, честно говоря, не получила быть консультации по формам фактического контроля, которые поменяются по моему рекомендации. Ну, мне как специалисту можете сказать? Нет, вы не специалист. Да я по гранвойсках служил, слава богу. Все это для меня знакомо. Нет, я не против, я согласен, но мне нужно... Почитайте, пожалуйста. Все, молчу. Есть мероприятия, не то, что проведение фактического контроля, в том числе и досмотр, который выполняет. Ну, масса других мероприятий. Ну, дайте посылку и посмотрите. Плодные экспертизы. Бога ради, Бога ради, да. Поэтому, пожалуйста, еще раз говорю, вы... Я со всем согласен. В разговорах не говорите, пожалуйста. Я разговаривал только с получатым посылом. Если потом определится необходимость вашего участия, я к нам... Она уже определилась. Ну, я еще раз говорю тем, что факт оплаты. Я делал подарок своей маме на Новый год. Меня здесь не было. Ее здесь не было, она в отъезде была, она была на лечении. Я еще раз вам говорю, что это, в данной ситуации, на данном этапе, никакого отношения не имеет. Для вас не имеет, потому что это не ваша мама. А для меня имеет, потому что это моя мама. И ее здоровье драгоценное. Я согласен с вами. В ваших руках сейчас. Я согласен с вами. Как бы из-за границы какой-то, они становятся полноправной частью внешнеэкономической деятельности. Со всеми правами, обязанностью и ответственностью. Я не отказываюсь от своих прав, ответственности. И Татьяна Андреевна. Я, конечно, мама, хоть и близкая нам всем, но не имеет никакого отношения. И перед тем, как заказывать товар, вы бы поинтересовались сначала таможенных правил, которые существуют в этой области. Я прекрасно узнаю. В том числе, касательно пересылаемый культуру, то что вы правы. Нет. Почему-то пропался проводительный инвойс таможенный, который должен был быть. Он либо находится в коробке, дейчелевской, которую вы можете досмотреть и вскрыть. И там все ясно из него. Давайте мы не будем перескакивать. Мы дойдем и до этого момента. У вас, кстати, есть право сделать предварительный осмотр вашего товара. В том числе и посмотреть, и там документы, и какой комплект на свой товар и прочее, прочее, прочее. Это все расписано в таможенном законодательстве. Поэтому не будем перескать. А я не перескать. Для начала, для того, чтобы вы начали таможенное оформление вашего МПО, необходимо нам приоставить комплект документов. Необходимый нам. Ну, то, что вы перечислите в силу обстоятельств, из-за того, что я заказчик, невозможно в кратчайший срок, это где-то месяц мне надо будет оформлять. Потому что я тоже человек занятый, бегать в банк там. То есть, а данные электронные забиты, потому что это не первая посылка на имя. Я еще раз говорю, что меня совершенно пока не интересует, к сожалению, что вы человек занятый. Вы заказали товар, ваша мама, Татьяна Андреевна, вы несете все права и все ответственность за таможенное оформление данного товара. Я ответственности не несу, потому что я, как гражданин Российской Федерации, осуществляю уплату налога, в том числе на содержание вашей службы, законопослушно, не нарушаю ее, так сказать, основнополагающие законы, в том числе Конституцию Российской Федерации, которая не запрещает. Я не провожу незаконные какие-то товары, это все закона, все это официально подтверждено, в том числе в электронных платежных системах. Но если мы будем терять время на вот эти вот эмоциональные средства, мы далеко не продвинемся. Поэтому, пожалуйста, слушайте, какие вам документы вам нужны. А вы их образцы нам можете предоставить распечатанно, чтобы не было ошибок в оформлении документов? Потому что человек старый, видит плохо, не там запятую поставит, документ оформлен неправильно. Что-то рисовать от руки? Для начала вам ничего рисовать от руки не надо. Вам нужно принести документы, подтверждающие факт заказа этого товара. Вы как заказываете? В электронном виде, они вот здесь в телефоне, вы можете их распечатать. Заказывал я, еще раз я говорю, для ремонта оборудования. У меня здесь не было. У вас фотографии присутствуют? В интернете все есть. У меня есть инвойс заказа, который можно распечатать с электронной почты. Значит, с ценниками, с каждой евро. Документы будете слушать? Или вы будете записывать? Я записываю. Я записываю. Записывайте. Значит, документы, подтверждающие факт вашего заказа. Это понятно? Перечислить еще раз, пожалуйста. Перечисляю. Если вы заказываете в каком-то интернет-магазине, на каком-то сайте... Конкретно по этому случаю. Вот конкретно по этому случаю какие документы. Конкретно вот этот товар, вот этот МПО, он за номером таким-то, на каком сайте не заказывает. Либо каким образом вы его определили... Он присутствует. Вот у меня в телефоне. Документ четко. В телефоне не надо. Распечатайте. Ну, электронную. Из этого документа уже четко просчитать. Ну, у вас сейчас войти, как вы говорите, подключить, скачать, распечатать. Ну, к сожалению, мы неуполномочны вам подключать, скачать... А кто докажет, что он не поддельный потом? Мы проверим своим способом поддельный. Так вы можете с телефона проверить. Это наша проблема. Нам листавляют и поддельные документы. Будьте спокойны. И у нас есть варианты, как с ним разобраться. Вы же понимаете, что вы сейчас глупо выглядите. Вы услышите... На разумное предложение взять готовый электронный документ, распечатать его у вас на принтере, вы предлагаете вот круги ада проходить старому человеку. Это не круги ада, это естественная ваша обязанность, естественное наше требование. Это первые документы. По ним понятно? Из этого документа уже свидетельствует, что какой-то товар... Это ясно, не надо этого все говорить. Вот, не хорошо. Все понятно. Продолжаем дальше. Откроем интернет-магазин, распечатаем, и все. Вот уже нам показали. Да, хорошо. Второй ряд документов, тот факт, что вы оплатили этот товар в какой-то сумме... А вы вообще сталкивались со случаями, что человек с этой и неоплаченный товар... Вот это вот требование. Сам чек, сам там живут. Факт оплаты, вот в инвойсе присутствует, который вы изъяли, или ваши коллеги в Брянске изъяли при досмотре, и которые я вам сейчас пытаюсь показать. То есть, вот, мне никто не отправит детали без оплаты. Это же бред какой-то. Еще раз повторяю, насчет бреда не могу комментировать. Документы, подтверждающие, что вы данный товар оплатили. Через Сбербанк, там, Пэй, Сбербанк онлайн. То есть, чтобы выявляли, что какой-то товарищ оплатил такой-то товар в какую-то сумму. Это понятно? Вы можете взять выписку с банка, через который оплачивались. Если вы через банк оплачивались. Вы можете взять распечатку тоже с интернетом во все эти сайты, как они называются, и сколько много сказал. Что какой-то оплатил, какой-то товар. Это второе. Это понятно? Понятно. Да не понятно я ничего. Для чего это все? Вот для чего? Чтобы я забрала свои радиоветалии. Вы не заберете их, пока не пройдете таможенное оформление. А если я не пройду таможенное оформление, что тогда? Я могу сказать? И за 6 евро человек не пройдет таможенное оформление? Тут вариантов много, но я их вам не имею возможности советовать. То есть вы не хотите пойти на встречу людям, нуждающимся, так сказать. Не имею полномочий идти на встречу. И вы их приговариваете к проблемам со здоровьем, с нервами и так далее. Спасибо большое. Очень рад был с вами познакомиться. Я постараюсь, конечно, все это сделать. Продолжение следует.